МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прощай, зима! В Чебоксарах отмечают широкую масленицу. В Сочи продолжает свою работу инвестиционный форум. На его площадках обсуждают и деловой потенциал российских регионов. Власти субъектов федерации и представители бизнеса заключают многомиллионные контракты. Кто уже готов реализовать свой проект в Чувашии, на полях форума узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Сочинский экономический форум открывает новые возможности. Точное количество контрактов, подписанных на его полях, еще предстоит подсчитать. Главный итог работы Чувашской делегации – конкретные договоренности с будущими инвесторами. Партнерские связи с республикой планируют наладить Минский тракторный завод. Предприятие реализует в Чувашии программы технической модернизации. Глава региона отметил, что это значимый проект. Если возьмем парк тракторной техники в агропромышленном комплексе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отдельном весе трактора Минского тракторного завода – это не менее 50%. По отдельным направлениям – это до 70% дохода. Агропромышленный комплекс сегодня развивается. Хорошие предпосылки появились для дальнейшего сотрудничества, несмотря на мировую глобализацию. Главное для потребителя, кто использует эту технику – это качество и цена. Это диапазон от 6 л.с. до 350 л.с. Объем рынка зависит от возможности не только производства, а субсидирования конечного потребителя техники. Глава Чувашии подписала соглашение о сотрудничестве с руководителем предприятия «Энергомодуль». В ближайшие 4 года в республике будет открыт завод по выпуску приборов силовой электроники. Объем инвестиций в проект превысит 500 млн. рублей. Хорошие условия предлагает администрация для размещения новых производственных мощностей у вас. И что приятно, что в ваши учебные заведения выпускают квалифицированных ребят, из которых мы метод проб и ошибок, методом естественного отбора отбираем лучших для уже постоянного работы в штате нашей компании. Свою сеть в республике будет расширять и акционерное общество «Почта-банк». До конца этого года откроют еще 50 отделений не только в городах, но и на селе. Так что банковские услуги для жителей региона станут еще более доступными. Мы работаем уже и до подписания. У нас почти 100 точек открыто. И мы собираемся этот темп не снижать, будем открывать еще больше. Наша цель в конечном итоге, в каждом втором отделении почты, должен быть сотрудник «Почта-банка» в ближайшее время. На инвестиционном форуме обсуждали перспективы агросектора, медицины, образования. Безусловно, это сферы, без которых невозможно построить идеальную модель экономики. Развитию здравоохранения в регионах посвятили отдельную сессию. Об успешном опыте работы в этой отрасли рассказал и глава республики Михаил Игнатьев. В Чувашии, и это отметили ведущие эксперты, отработанная эффективная система оказания помощи пациентам. Мы сильны по микрохирургии, по травматологии, ортопедии, антопротизированию, по онкологии, по кардиологии. В других регионах, по Волжье, есть тоже сильные центры, и нам не нужно развивать там высокотехнологичную медицину. Это очень такой правильный подход. Мы хотим и будем участвовать в условиях софинансирования, значит, выделяемые посредством с федерального бюджета. Здесь и предусмотрены строительства фельдского учреждения, то есть в первичном взгляде отдаются приоритеты по улучшению доступа и качества. И Владимир Владимирович сказал, что вне зависимости, где находится сегодня житель наш, Российская федерация, должен получать в правильной степени качественно доступные медицинские услуги. Опыт республики необходимо тиражировать по всей стране, отметили участники форума. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Сочи. В программе Российского инвестиционного форума и расширенная повестка для руководителей муниципалитетов. О своем участии в круглых столах и сессиях моим коллегам рассказал глава администрации города Чебоксары. Поднимали много интересных, актуальных вопросов, касающихся как регионов, так и муниципалитетов. Это и лучшие региональные, муниципальные практики, в которых мы можем перенять положительный опыт субъектов, муниципалитетов. Это и народный бюджет, это и инициативное бюджетирование, это интересные инфраструктурные решения с участием бизнеса. Кроме этого, послушали о требованиях и перспективах межбюджетных отношений, о распределении полномочий между федеральным центром, регионами, муниципалитетами, ну и о стратегии пространственного развития регионов. То есть говорили о том, что будет создан единый инфраструктурный каркас на территории всей страны между регионами, где регионы смогут планировать дальнейшее развитие. Чем раньше, тем лучше. Теперь этот принцип работает и применительно к операциям на позвоночнике. Врожденный детский сколиоз врачи Федерального центра травматологии и ортопедии исправляют с самых ранних лет. Развитие ортопедии и эндопротезирования находится на особом контроле главы государства. Напомним, 14 декабря 2017 года в рамках ежегодной пресс-конференции Владимир Путин отметил, перед системой здравоохранения стоит задача повышения доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Еще лет 10 назад на операционный стол с диагнозом сколиоз попадали только подростки. Сейчас возраст пациентов, которым исправляют врожденные патологии, позвоночника уменьшился в разы. Современная техника и новейшие методы позволяют сегодня проводить хирургическое вмешательство детям от года. Чем младше пациент и чем раньше проведена операция, она позволяет нам зафиксировать меньшее количество сегментов позвоночника и позвонков и тем самым добиться практически нормального роста и нормальных физиологических изгибов и физиологического роста. Ну и плюс мы формируем правильный вектор роста позвоночника и не развивается вторичных деформаций, не вторичных искривлений. Зачастую искривление образуется из-за лишнего полупозвонка. Его удаляют с помощью ультразвукового скальпеля и высокоскоростного бора. Такие методики в России используют лишь несколько федеральных клиник. Поэтому в Чебоксары приезжают со всей страны. За прошлый год в центре побывали пациенты из 55 регионов. Из соседнего Татарстана приехала Гюзелия Садриева. Ее шестилетнему сыну Данису сегодня исправляли врожденный сколиоз. В последние годы немножко пошло искривление в его сторону. И нам сказали, наш лечащий врач тоже в Казани, у кого мы постоянно проверялись, состояли в учете, сказали, что без оперативного вмешательства не получится. Вот мы решились. И дай Бог, что все это осталось позади. Операция завершилась успешно и быстро, всего за 5 часов. Порой подобные хирургические манипуляции длятся по 10-12 часов. Во многом эти операции выполняются за счет территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Конечно же, самая сложная операция за счет федерального бюджета, за счет высокотехнологичной медицинской помощи. Высокотехнологичная медпомощь теперь не эксклюзив, а повседневность. Этого добились в том числе за счет увеличения финансирования. Например, из республиканского бюджета. С 2010 года оно возросло в 15 раз. В результате, если в 2006-м сложные операции делали от силы тысячи пациентов, остальные вынуждены были уезжать в федеральные центры за пределы республики, то сейчас объемы сложных операций в Чувашии увеличились в 7 раз. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Почувствовали слабость, легли отдохнуть и больше не проснулись. Это классическая картина отравления угарным газом. Произойти это может не только в гараже, частном доме или бане, но и в обычной квартире. Только за последние два месяца в Чебоксарах таким образом погибли три человека. О том, почему так происходит и кто в зоне риска, Ольга Пырочкина. Добрый день. Добрый. Вас беспокоят сотрудники Газпрома газоставления Чебоксара. Проводим плановый технический обслуживание газооборудования. К вам можно? Можно. Спасибо. Вот мое удостоверение. Засадите, пожалуйста. Газовую службу в свою квартиру Юрий Георгиевич допускает всегда. Да, кроме плиты у него дома, а газовая колонка, которой уже много лет. Сколько бед по стране? Это безвелательное спасибо они, что приходят. Если бы хозяин не открыл дверь, здесь тоже могла бы произойти беда. Во время проверки выяснилось, не работает датчик, который отключает колонку, если угарный газ вдруг перестает уходить в вентиляцию и начинает накапливаться в помещении. Включили колонку, чтобы проверить дачу тяги. Заглушили выход угарного газа. Ну, сейчас отработанный газ. И проверяем работу датчика тяги. Дача тяги неисправлена в этой колонке. Видите, должен отключиться. Он не отключается. Хорошо, что в данный момент обнаружили, что дача тяги неисправлена. Люди могли отравиться угарным газом. Впрочем, жить в этой квартире все равно небезопасно. И все из-за вытяжки, которую хозяева установили над плитой. Дело в том, что она разряжает воздух на кухне. Далее простая физика. Проводим эксперимент. При одновременной работе газовой колонки и вытяжке механической, которую самовольно установили абоненты, при закрытых окнах создается ситуация, при которой продукты сгорания, в частности угарный газ, поступают не в дымовой канал и не удаляются из помещения, а наоборот поступают в помещение и здесь накапливаются. Мы сейчас увидим, как показания нашего прибора начнут просто зашкаливать. Цифры начинают расти, продолжать эксперимент становится небезопасно. Вы ощущаете сами, сейчас какой-то дискомфорт уже появляется. Слабость в ногах, тошнота, следующие будут признаки, сонливость. Человек просто засыпает и погибает. Вытяжку Юрий Георгиевич теперь, скорее всего, демонтирует. А с газовой службой он в очередной раз заключил договор на год. Сделать это, кстати, обязаны все собственники квартир, где есть газовое оборудование. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика. Сегодня утром в Чебоксарах произошло ДТП с участием маршрутки и фуры. Пострадали пять человек. Авария произошла на перекрестке трактора строителей в районе предприятия «Яхтинг». В 266-я маршрутка врезалась попутный грузовик, сообщает портал «За рулем». Водитель грузовика «Вольво» собирался совершить разворот, и в этот момент в него врезался микроавтобус «Ситроен», в салоне которого находилось шесть пассажиров. Обстоятельства ДТП выясняются. Большой зал открыт, впереди новые премьеры. В Театре юного зрителя имени Сеспеля в Чебоксарах настоящий праздник. Теперь актерам есть где развернуться. Спектакли будут идти в новом здании на двух сценах. Праздник в Тюзе двойной. 85-й театральный сезон совпал с открытием новой сцены. Праздничный концерт так и назвали «Новая сцена – новая жизнь». Зрителям представили отрывки из лучших спектаклей Тюза. С этими постановками артисты объездили все районы республики и многие города страны. Но дома в Чебоксарах у них долгое время не было своего уголка. У нашего театра не было, к сожалению, своего дома, своей сцены. Наконец-то в этом году вот сегодня открываемый большой зал. Для нас это не только событие, а большой долгожданный исторический момент. Театр, конечно, сегодня очень быстро развивается. Вообще невозможно оставаться сейчас где-то за бортом, потому что мы театр юного зрителя, мы работаем для детей, поэтому мы должны идти в ногу со временем. Мы стараемся, я думаю, что хорошо работаем, к нам народ ходит, нас любит, у нас аншлаги. И когда в 2016 году ТЮЗу выделили собственное помещение, начались ремонтные работы. В 2017-м на капитальный ремонт большого зала, который сейчас открылся, и закупка оборудования для театра было выделено более 12 миллионов рублей из республиканского бюджета. ТЮЗ ежегодно получает и грантовую поддержку от федерального правительства. Сегодня вообще на уровне правительства Российской Федерации идет активная поддержка именно театров, детских театров. Это театр кукол, театр юного зрителя. Мы в прошлом году получили достаточно хорошую поддержку, и этот проект будет поддержан и в этом году. И также экспериментальный театр у нас более 6 миллионов опять в этом году средства получат. Татьяна Трофимова, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика. Прощай зима, привет весна. В Чебоксарах продолжается масленичная неделя. Народные гульяне проходят на различных площадках, парках и скверах. Где пекли блины сегодня, узнавала наша съемочная группа. Совладать с таким видом транспорта удается не каждому. По соседству испытания не легче. Бег в мешках и перетягивание каната. Такие интерактивные площадки расположились в сквере в Новоюжном районе Чебоксар. Тут так много народу, все очень радостно играют, прыгают, играют в разные игры. Даже все незнакомые перетягивают канат, играют в хоккей и мячами. Без хоровода и масленица не масленица. Под русские народные песни в одном круге танцуют и дети, и взрослые. Ну и какая же масленица без ее главного символа блинов. Здесь блины жарятся вот на такой вот большой сковородочке. Посмотрите, буквально несколько секунд и блинчики готовы. Можно уже попробовать? Да, можно, пожалуйста. Давайте. Вкусно? Блины символизируют солнце, и поэтому их пекут на масленицу. Этот факт знают многие. А вот как обстоят дела с днями масленичной недели? Сегодня пятый день празднования масленица. Вы знаете, как называется этот день? Где у нас 44-я школа? Пятый день? Нет, не знаю. Пятница? Ой, я не знаю, ничего не могу сказать. Какой веселый праздник! Мы прощаемся с зимой и встречаем прекрасную весну. Пятница, пятница. Заловка? Нет, тещин, тещин. А что в этот вечер делают? К тещи в гости ходят, блинами угощают. Но точнее будет наоборот. В этот день в гости взять уходит теща. И называется он тещина вечерки. А вот главный символ праздника гости назвали без труда. Здесь даже прошел конкурс на лучшие чучело масленицы. Все 16 участников, это детские сады и школы, получили грамоты и сладкие подарки. Это школа 38? Да! Все время? Какие еще маленькие, пожалуйста. Масленицы такого масштаба проходят в микрорайоне впервые. Интересно, видите, сколько народ собралось. Потому что обычно на заливе туда далеко ехать. С маленькими детьми не поедешь. А сюда запросто. Самая зрелищная традиция масленичных гуляний сжигания чучела. Это делают в последний день недели. Но здесь решили не дожидаться воскресенья и встретить весну немного раньше. Татьяна Леонтьева, от Нерк Рыцаков, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашей.